Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 марта, Православная Церковь совершает память мучеников Кадрата Некомедийского, Цатарина, Руфина и прочих. Святые мученики пострадали во время гонения императора Декия и его преемника Валериана. Святой Кадрат происходил из знатной семьи. Обладая значительным богатством, святой не жалел средств на помощь братьям-христианам, томившимся в заключении за веру. Когда в Некомедию прибыл посланник нечестивого Декия, проконсул Перенний, то святой Кадрат добровольно предстал пред ним, чтобы своей самоотверженной решимостью укрепить мужество заключенных собратьев. В начале Перенний старался отвратить Кадрата от Христа, обещая ему награды и почести. Затем, увидев тщетность своих попыток, он вверг святого в темницу и повелел положить его спиной на мелкие гвозди и придавить большим камнем. Отправившись в Никею, проконсул приказал вести за собой всех заключенных христиан, в том числе и святого Кадрата. По прибытии в город святой Кадрат попросил, чтобы их отвели в языческий храм. Как только ему развязали руки и ноги, он устремился к идолам и стал опрокидывать и разбивать их. По приказу проконсула Кадрата предали истязанием. Претерпевая страшные муки, святой пребывал тверд духом и своим подвигом укреплял других мучеников, которым жгли раны горящими свечами. Во время страданий мучеников внезапно осенило светлое облако, а язычники оказались в совершенной тьме. В наступившем молчании было слышно тихое пение ангелов, славящих Бога. Многие из присутствовавших тут же исповедали себя христианами. Перенний, приписав чудо действия волшебства, повелел отвезти в темницу новых избранников Божиих. Из Никеи мученики отправились вслед за проконсулом Воломею, затем в Кесарию, Аполлонию и Гелеспонд, где их всячески мучили, добиваясь отречения. Святого Кадрата завязали в мешок, наполненный ядовитыми гадами, и бросили на ночь в глубокий ров. На другое утро все в изумлении увидели, что мученик цел и невредим. Когда его стали беспощадно избивать, два благородных мужа, Сатарин и Руфин, прониклись состраданием к мученику. Это было замечено, и Сатарин и Руфин были обезглавлены. Перенний подвергал мученика все более жестоким и изощренным пыткам, но не мог сломить его дух. Святой терял силы и едва мог передвигаться. В последний раз проконсул предложил мученику отречься от Христа. Собравшись с силами, святой твердо ответил, «Я с младенчества признаю одного только Бога Христа, и другого не знаю». Проконсул велел разжечь костер, раскалить железную решетку и бросить на нее мученика. Осенив себя крестным знаменем, святой кадрат опустился на раскаленное ложе и, полежав на нем, словно на мягкой постели, невредимым вышел из пламени. В бессильной злобе проконсул велел обезглавить святого кадрата. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается согласно церковному уставу поминовение усопших, а также память святых, мучеников кадрата и иже с ним, праведного Павла Таганрогского, преподобной Анастасии, священномученика Дмитрия Легейда Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечное тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!